МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Ольга Пырычкина. Смотрите сегодня. На старт, внимание, марш. В минувшие выходные россияне встали на лыжи. Штраф за издевательство. В деле вожатого лагеря «Золотой колос» поставлена точка. Турнир для сильных. В поселке Вурнары прошли соревнования по гиревому спорту. 2 февраля Россия отметила 71-ю годовщину победы в Сталинградской битве. Противостояние продолжалось 200 дней. На отдельных этапах с обеих сторон участвовало более 2 миллионов человек. Около 30 тысяч орудий, свыше 2 тысяч самолетов и танков. Красная армия потеряла больше миллиона бойцов. В 36-й школе уже 35 лет работает музей Сталинградской битвы. Сегодня там чествовали Александра Рыбакова, который защищал город на Волге. Татьяна Трофимова подробнее. Когда кадетом стану, не дождусь я дня. Ты маму же смели, сыночка не жалей. Доволен будет дед, чтоб вновь его кадет. 35 лет хранятся в музее боевой славы 62-й 8-й гвардейской армии. 320 экспонатов и 200 из них подлинные. Материалы музея собраны ветеранами и учащимися школы, отрядом следопытов-гвардеец. Ими разыскано 172 ветерана 62-й 8-й гвардейской армии из нашей республики. Все эти экспонаты, подлинные, которые мы здесь видим, они присылались участниками Салинградской битвы в нашу школу. Музей открыт с 1978 года. Музей посвящен боевой славе 62-й 8-й гвардейской армии. Командовал этой армией Чуйков Василий Иванович. И поэтому первый стенд у нас посвящен Василию Ивановичу Чуйкову. Когда он умер, его семья, жена и сын решили преподнести нам очень такой большой подарок. Это бюст Василия Ивановича Чуйкова, который у нас здесь и располагается. Здесь есть карта продвижения 62-й 8-й гвардейской армии от Сталинграда до Берлина и многие другие интересные исторические документы. Александр Васильевич Рыбаков – один из тех, кто не на жизнь, а насмерть защищал Сталинград в 1942-1943 годах. Для Александра Васильевича все это как будто было вчера. Он родился в 1923 году в Чебоксарах. Детство прошло, как у всех в те времена – школа, улица, дом. Александр Васильевич помнит, как носил лапти в холодную осеннюю пору. После школы попал в Краснодарское пулеметно-минометное училище. Когда оставалось учиться еще месяц, враг стал приближаться к Дону. Из двух с половиной тысяч вчерашних учеников образовали курсантский полк. Да учиться им не удалось. Под Сталинградом, когда мы прибыли из училища Краснодарского пулеметного вида, то в первую очередь нас зачислили отдельный отряд Чукова. В первую очередь спецотряд был. Очень строго был наказ. Если винтовку-то утопите, то вам не сладко будет, как говорится, за это дело. В то время, знаете, один полк нас заменял, мы ему отдавали винтовки. Вот, не хватало оружия. Сталинградская битва – одна из самых тяжелых и кровопролитных за всю историю Великой Отечественной войны. Она наряду со сражением на Курской дуге стала переломным моментом в войне. После них немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. В нелегкое военное время Александр Васильевич был ранен и семь с половиной месяцев пролежал в госпитале, рассказывает ветеран. Когда они начали уничтожать с воздуха Сталинград, мы все смотрели и в душе сказали, что мы Сталинград не отдадим. И не отдали. Медаль за оборону Сталинграда гордо висит на груди Александра Васильевича среди множества других наград. Бывший разведчик, а ныне ветеран Великой Отечественной, говорит во время войны о наградах и мысли не было. Бились беспощадно, защищая родину. Победу Александр Васильевич встретил в Германии на реке Эльба. Во время нынешнего оттопительного сезона в Чувашии аварии случались, но серьезных ЧП не зарегистрировано. Однако это не означает, что главам муниципалитетов можно расслабиться. Об ответственности руководителей за работу служб жизнеобеспечения, о реализации социальных программ, об электронном взаимодействии органов власти и самоуправления шла речь на видеоконференции главы Чувашии с руководителями муниципалитетов. По информации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, все объекты теплоснабжения работают в штатном режиме. В общей сложности за данный период зафиксировано 24 аварийных ситуации, но все устранены в нормативные сроки. Необходимые запасы материально-технических ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, а также резервные источники энергоснабжения созданы. Организовано круглосуточное дежурство аварийно-диспетчерских служб. С момента начала отопительного периода общая задолженность практически не изменилась. В том числе задолженность за потребленный природный газ увеличилась на 45%. За электрическую энергию сократилось порядка 22%. И за тепловую энергию сократилось на 0,5%. Глава Чуваши вновь напомнил коллегам. Ситуация, когда управляющие компании собирают плату жильцов, но не перечисляют ее поставщикам, недопустима. В частности, по поступившим от населения сигналам было поручено провести проверку деятельности управляющей компанией «Уют» в селе Ишлеич Ваксарского района. Есть пожелания к населению и у ресурсоснабжающих организаций. Этой зимой потребление газа в некоторые дни достигло рекордных показателей. И газовщики просят быть аккуратными с оборудованием. Происходит такая холодная погода, обледенение оголовок дымоходов. И или ограничивается тяга, или прекращается тяга. Естественно, срабатывает автоматика, пристают работать котельные, котлы. Естественно, нормальные собственники жилья, они очищают оголовки и заново снова запускают котлы. А некоторые вмешиваются в оборудование, значит, природительно запускают котлы и автоматику, или веревки привязывают, или шуруп им закрепляют. Естественно, котел работает, продолжает. А при отсутствии тяги весь угарный газ заполняет жилое помещение. Глава республики напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности и вести постоянную профилактическую работу с населением. Минстрой Чуваши отчитался также о ходе реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда. По состоянию на 1 января 2014 года в рамках всех программ за счет средств фонда и республиканского бюджета Чувашской республики в новые квартиры общей площадью почти 14 тысяч квадратных метров переселены 850 человек. Глава Чуваши изострил внимание. Планы и сроки переселения должны соблюдаться строго. Сейчас 2014 год быстро пролетит. В сельской местности наиболее такая ситуация под контролем, ровная, потому что в районных центрах нет большого количества таких аварийных домов по городским округам. А сегодняшний год это целая проблема. На совещании обсудили также вопросы межелектронного взаимодействия и расширение доступа к высокоскоростному интернету для жителей сельских районов республики. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов. Республика. Сегодня в Ядренском районе подводили итоги социально-экономического развития в 2013 году. Среди обсуждаемых тем управление земельными ресурсами, развитие агропромышленного комплекса, жилье для ветеранов и детей-сирот. Более подробно в завтрашнем выпуске программы «Республика». Утром на еженедельном совещании у главы Чуваши обсудили преобразование в пенсионной системе, а также контракты и госзакупки. Пенсии начнут начисляться по-новому уже с 1 января 2015 года. Изменения коснутся страховой накопительной частей. Страховая пенсия будет назначаться при выполнении трех важных условий. Прежде всего, это пенсионный возраст. Не меняется пенсионный возраст. У мужчин 60 лет, у женщин 55 лет. Второе – это страховой стаж не менее 15 лет. Это именно имеется в виду трудовой стаж. Третье – величина индивидуального пенсионного коэффициента пенсионера не менее 30 за весь период трудовой деятельности. В прошлом году Чуваша вошла в число 14 регионов с высокой прозрачностью госзакупок. Кроме республики, из ПФО в этот список попала только Саратовская область. На предмет соответствия требований законодательства в сфере размещения заказов рассмотрено у нас в госслужбе 40 проектов документации на проведение торгов, на выполнение подрядных работ, разработанных муниципальными заказчиками. При этом экономия бюджетных средств по итогам размещенных этих торгов составила от 8,5% до 25% от начальной цены контракта. Михаил Игнатьев отметил, что конкурсы проводятся не только ради экономии. Конечная цель закупок и торгов – реализация проекта. Но порой бывает так, что некоторые участники просто срывают конкурсы. С городом мы обсуждали переселение, современное жилье. Вот суббота, значит, с главами администрации. Город говорит, мы не можем укладываться. Один квадратный метр стоимости жилья в городе 40 тысяч на сегодняшний день. Это городские власти говорят. И в итоге на выходе получается, как бы им невыгодно, выкручивают руки органов власти, и они начинают управлять, то есть диктовать свои условия. Такого не должно быть. Руководители муниципалитетов и министерств глава Чувашия призвал вовремя проводить госзакупки, чтобы до начала сезона, например, в школах и детских садах имелся запас продуктов. Обсудили на планерке предстоящие Олимпийские игры в Сочи. Чувашию в составе сборной России там представляет Елена Муратова. Предварительные соревнования у нее начинаются уже шестого еще, до официального открытия, финальные соревнования 8 февраля. Кроме того, делегация из 300 болельщиков отправится в Сочи болеть за спортсменов страны. А 7 февраля в Русском доме пройдет выставка регионов. Будет представлена на ней и наша экспозиция. По словам министра экономического развития Владимира Аврелькина, подготовлена большая выставка. Там пройдет и дегустация чувашских продуктов. Татьяна Молокова, Игорь Породчиков, Андрей Спиридонов. Республика. Обсудили на совещании прошедшую накануне лыжню России. По всей республике на старт вышли более 49 тысяч человек. О героях-лыжниках наш следующий репортаж. На старт, внимание, марш. В минувшее воскресенье россияне в очередной уже 32-й раз дружно встали на лыжи. Еще совсем недавно мероприятие было под угрозой срыва из-за морозов. Однако, как раз накануне в Чебоксарах потеплело. А кому-то, судя по всему, даже слишком. Минус 25, это уже будет холодно. А минус 15, прекрасно. Столько много народу. Бабрячок, отличное настроение, отличная погода. Сейчас будем греться, стартанем будем греться на ходу. Впрочем, мнение морозостойкого Николая разделили не все. Я устаю. Все хорошо. Холодно? Холодно очень-очень. Не тем, как у нас. А все, но приятно. Самым юным лыжникам предстоял путь в полкилометра. На погоду никто не жаловался, разве что на недостаток экипировки. Я катаюсь уже второй год. Конечно, шапок там не было, было жалко. Но хотя бы номерок взял. Так, здорово. Какой у тебя номер? Тысяча шестьсот сорок четыре. Лыжню для любительской гонки проложили на три километра. ВИП-забег был короче на 986 метров. И не случайно. В честь предстоящей Олимпиады участники проехали 214 метров. Энергетики всех граждан Российской Федерации будут сконцентрированы на Олимпиаде Сочи 2014. Поможет? Конечно, поможет. Поможет побеждать сборную команду Российской Федерации на этой Олимпиаде. Кстати, среди практически 13 тысяч лыжников в Чебоксарах несложно было разглядеть завсегдатаев. 81-летняя Вера Орлова уже несколько лет не только звезда лыжни, но и телерепортажей. Сил-то не так уж много. Я еле ползу вот так, потихоньку. Самые взрослые, самые маленькие участники и победители получили призы. Остальные – заряд бодрости и чувства удовлетворенности. Ну а автор знаменитой олимпийской зайки Сильвия Петрова из рук главы республики – билет на церемонию открытия Олимпиады. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти пожилого чебоксарца. ЧП произошло сегодня утром 3 февраля. По материалам проверки мужчина сел в троллейбус на остановке улицы Хузангая. Уже на следующей остановке ему стало плохо. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть. А вот в деле вожатого лагеря «Золотой колос» поставлена точка. За издевательство над пионерами виновник заплатит штраф в 15 тысяч рублей. Скандальное видео попало в интернет летом прошлого года. В ходе проверки детского лагеря выявили многочисленные нарушения. Подробности далее в сюжете. Это уголовное дело вскрыло большой комплекс проблем, имевшихся в организации детского оздоровительного отдыха в Чувашской Республике. Так, например, в детском лагере «Золотой колос» руководство лагеря не изучало личности вожатых, которых оно принимало на работу. Кроме того, вожатые, которые трудоустраивались в этот лагерь, не проходили профессиональную педагогическую подготовку, что в результате, как мы полагаем, и повлекло такие последствия. Кроме того, еще двое вожатых, в том числе и Михайлов, ранее привлекались к уголовной ответственности, однако на настоящий момент эти судимости погашены. После проверок стало также известно, что одному из вожатых еще не исполнилось 18 лет, и в лагере он работал незаконно, так как устроился туда под именем другого человека. С некоторыми сотрудниками вообще не были оформлены трудовые отношения. Личности всех горе-вожатых были установлены. Ими оказались 23-летний чебоксарец и два первокурсника чебоксарских вузов, один из которых ранее был осужден за кражу. Также установлена личность оператора, который заснял издевательство над детьми. Им оказался 35-летний безработный житель Чебоксар, который ранее был осужден за хулиганство. За свою выходку все трое привлечены к административной ответственности. Им пришлось заплатить штраф в размере 700 рублей каждый. А бывшему вожатому детского оздоровительного лагеря «Золотой колос» 19-летнему Ивану Михайлову вынесен приговор. Ему назначено наказание в виде штрафа 15 тысяч рублей. По результатам расследования уголовного дела, следователям было внесено представление в адрес Министерства образования и молодежной политики Чувашской республики с требованием о принятии мер по устранению обстоятельств, пособствовавших совершению преступления. По результатам рассмотрения представления три должностных лица министерства, в том числе заместитель министра, начальник и сотрудник одного из отделов, привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в Министерстве образования и молодежной политики разработан комплекс мер по предупреждению подобных ситуаций в будущем. Напомним, нешуточный скандал в Чувашии разгорелся после того, как в интернете был размещен ролик с издевательствами над детьми в лагере. На видео было снято, как посреди ночи псевдовожатые заставляли спать детей в ванной, обливали там их водой из душа, запугивали ребят. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Управление судебных приставов проводит реорганизацию. С 1 февраля Батаревские и Шамуршинские районы отделы объединены в один с центром в селе Батарева. Также объединяются Шамуршинские и Парецкие районы отделы. Центр будет находиться в Шумерле. К другим новостям. Считанные дни остаются до Олимпиады в Сочи. В преддверии этого события на Вурнарской земле собрались гиревики из Чувашии и соседних регионов, чтобы помериться силами. Там прошел третий республиканский турнир по гиревому спорту на кубок председателя Госсовета Чувашии Юрия Попова. На турнире около сотни гиревиков из Чувашии и соседних регионов. Перед состязанием у атлетов обязательно разминка. Из-за недостаточной подготовки бывают ошибки и травмы. Тогда спортсмен не сможет достичь высокого результата. Кубки уже ждут сильнейших. Настоящие мужчины не обязательно играют в хоккей. Они занимаются гиревым спортом. Убеждены участники соревнований. Спорт для сильных выбирает и слабый пол, потому что закаляет характер. Технику я начала. Не было, конечно, этого вида спорта. Потом как-то решили сделать этот вид спорта. Я решила так себя чем-нибудь заняться. Массово занялись гиревым спортом в Чувашии в начале 80-х годов прошлого века. Тогда появилась специализированная федерация. О тех временах не понаслышке знает один из первых мастеров гиревого спорта в Чувашии. Она не председатель Госсовета Республики Юрий Попов. Говорят, выступая на чемпионате Чувашии еще 16-летним подростком, он улучшил рекорд Республики. Сегодня спикер Чувашского парламента вместе с собравшимися в зале ратуют за гиревой спорт, куда уже не так массово идет молодежь. Сейчас разные виды спорта появляются. Смешанные единоморцы. Сейчас компьютеры. Сейчас молодежь с диском не хочется. Но мы ищем, агитируем, предлагаем, ходим. Но все равно же кто-то должен заниматься гиревым спортом, должен представлять Республику на всероссийских международных соревнованиях. Турнир по гиревому спорту интересен тем, что тягаются силами здесь и старый мулат. От юношей и девушек моложе 18 лет до дедушек старше 70. Ветераны не бросают гири. Награды разыгрываются в 30 весовых категориях. Соревнования личные и командные. Сильнейшим в категории мужчины до 60 лет уже в третий раз подряд становится атлет Юрий Карпов. Пальму первенства в командном соревновании вновь получает победитель прошлого турнира – сборная Яльчикского района. Второе и третье места делят между собой команды «АллатРа» и «Чебоксар». Ольга Григорьева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, «Республика». С узлом связи окончательно не завязано. В начале года появилась информация, что арт-проект «Хабспейс» прекращает свое существование в том виде, в котором работал с осени 2012 года. Накануне стало известно – там новый директор. Все действительно остается, как прежде. Мы планируем улучшать и совершенствовать. Вот так еще в конце прошлой недели о судьбе «Хаба» в Фейсбуке писала бывший директор одной из радиостанций Оксана Очкасова. Именно она теперь будет у руля этого арт-проекта. Мы пошли от того, что название… Ну, нам хотелось, наверное, поменять, потому что все-таки новая жизнь должна начинаться с какого-то нового названия. С сегодняшнего числа это место называется «Платформа». Что ж, проект не закрывается, но все же изменения коснутся не только названия. Вот у меня даже есть план изменений, написанный на листочке. Сейчас мы переходим от эстетики жестко-лофтовой, то есть вот лофт, к эстетике удобства. То есть люди, которые приходят сюда, должны чувствовать помимо больших пространств и заводского наследия, все-таки то чувство, которое мы называем удобством, чтобы было здесь комфортно. Впрочем, суть остается. Новое руководство отметило – это будет по-прежнему культурно-образовательным центром. Из ближайших мероприятий платформа примет российский фестиваль моноспектаклей. Кстати, проект планируют развивать и как базовую площадку для начинающего бизнеса. Кроме того, судя по всему, с марта здесь будет интересно не только молодежи, но и детям. Для маленьких горожан тоже планируются проекты, выставки и презентации. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. До 12 сантиметров снега может выпасть 4 февраля в Чувашии. Кроме того, ожидаются туманы и снежные заносы. Сегодня на дороге Республики вывели 63 единицы спецтехники. Применено 40 тонн противогололедных материалов. Специальные службы обращаются к жителям с просьбой соблюдать осторожность и бдительность при движении и не создавать препятствия для работы дорожной техники. Винтовка Мосина, пистолет-пулемет Шпагина или в народе Папаша, ручной пулемет Дегтярева. Все это оружие Великой Отечественной войны. Сегодня мало кто знает, что ремни для них производили в Чебоксарах. Текстильные ленты, изготовленные на предприятии лента, по-прежнему надежны и качественны. На днях фабрика отметила свое 70-летие. В театре обер и балета собрались нынешние работники завода, ветераны и клиенты. Я на этом с вами прощаюсь. До свидания. В России у нас нет конкурентов, смело говорят работники ленты. 400 видов продукции, 37 тысяч километров ленты ежегодно, около тысячи клиентов. Таковы объемы производства. Сегодня лента от ленты и в космосе, и на земле, и под водой. И часто ее называют ниткой жизни, ведь продукция фабрики используется для страховки и обеспечения безопасности. Сегодня мы занимаем более 25% рынка фикстильных лент России и стран СНГ. Высокое качество, оперативность и ответственность стали визитной карточкой нашего предприятия. С 2009 года фабрика лента входит в федеральный адрестор добросовестных поставщиков. История фабрики описана в новой книге «Судьбы, связующая нить. Лента на все времена». Презентация документальной повести о настоящих людях прошла на торжественном вечере в честь юбилея предприятия. В первые дни Великой Отечественной войны в Чебоксары из Киева приехал отряд техноотказской фабрики. Но годом образование принято считать 1944-й, когда из Тверской области эвакуировали галантерейную фабрику. История Чебоксарской лентоотказской фабрики – это история всей страны. Лента пережила все – и подъем производства, и застойные времена, и перестройку. Выжили, вновь поднялись благодаря дружному и надежному коллективу. Там у нас было работать весело, настроение было, люди были разные. Я сама себе думаю, я этой фабрике воспитывалась по-человечески, как считаю я. Потому что у нас народ очень хороший был тогда. Все люди хорошие, друг друга поддерживали. Впереди новые задачи, амбициозные цели – соперничать с лучшими европейскими компаниями и занять свою нишу на мировом рынке. Первые шаги для этого уже сделаны. Акцент на инновационной продукции. Новинка – полиэфирные ленты. Он универсален, и его можно применять по разным значениям. От общебытовых до специальных, которых вы слышали. Это космос, это глубины, это авиация, это военная тема. Успех и лидерство предприятия подтверждаются многочисленными наградами. Были они и на юбилейном вечере. Отметили как само предприятие, так и его тружеников. Поза Петровна сказала, что вы в перспективе поставили перед собой задачу войти в клуб миллиардников. Ежегодно клуб миллиардников по нашим промышленным предприятиям и по крупным другим организациям пополняется. Она сказала в течение трех лет, если так же упорно, достойно будете трудиться, я думаю, и вы справитесь с этой задачей за два года. Теплые слова звучали и от самих работников. В фойе на юбилейном дереве каждый мог завязать ленточку и загадать желание. Горит, горится, как на полгаю, на лентавказской выходной стоит березка молчаливая, у молчаливой проходной стоит... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова